Многие челябинцы, побывавшие в Екатеринбурге, наверняка обратили внимание на современные остановочные торговые павильоны и сравнили их с нашими киосками, стоящими на остановках Челябинска. Первое, что бросается в глаза при въезде в Екатеринбург, это красивые современные торговые павильоны, которые язык не поворачивается назвать киосками. Выполненные из стекла, зеркал и алюминия, они не только не портят остановки общественного транспорта, но и придают цивилизованный вид. Продавцы в них не сидят за железными стенами и не продают товар через узенькие окошки. В некоторых павильонах, где торгуют одеждой или обувью, есть двери, и любой покупатель может не только хорошо рассмотреть покупку, но и примерить ее. Павильоны стоят не только на остановках, но и на многочисленных мини-рынках. И все эти стеклянные павильоны практически не закрываются железными ставнями на ночь, потому что никто и не будет бить стекла. Это связано, по мнению многих екатеринбуржцев, с завершением криминального передела территорий в городе. Пару лет назад здесь, как и во многих городах, стояли железные непривлекательные киоски самых разных конструкций. Это не нравилось не только горожанам, но и властям города. Поэтому Комитет по развитию товарного рынка города Екатеринбурга подписал постановление, согласно которому на место старых киосков владельцы должны поставить однотипные павильоны, конструкцию которых разработали в городе Каменск-Уральский, где их и производят. А теперь заглянем на Челябинские улицы, посмотрим на наши киоски, которые стоят у нас на остановках и мини-рынках. Невообразимых расцветок и форм. Они напоминают скорее уличные баррикады. Наверное, не только властям города стоит присмотреться к опыту наших северных соседей, но и самим владельцам киосков. Стоит подумать. Ведь если рядом с обычным киоском будет стоять современный торговый павильон, то и покупатели потянутся именно туда. Скверик. Так ласково называют екатеринбуржцы небольшой сквер на площади 905 года, где на протяжении последних десяти лет неизменно собираются различные художники и выставляют на продажу свои картины. О том, что здесь практически единственное место на Урале, где можно приобрести и заказать картину, знают от Перми до Челябинска. Появление нашей съемочной группы в скверике немного удивило художников, так как местное телевидение так и не проявило интереса к их творчеству. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, насколько давно вы вообще занимаетесь живописью и непосредственно здесь выставляете свои работы. Зоренька Микаил. Порядка пяти лет. Уже стою здесь. Продаю картины. Но не всегда уличная торговля приветствовалась властями. Боролись с милицией, со всеми, со всеми. Ну, сейчас вот уже ни с кем не боремся. Пока. Не случайно прозвучало слово «пока», так как ходят среди художников упорные слухи, что и нынешние власти хотят отдать этот скверик коммерсантам. А пока стоят импровизированные выставки и ждут своих покупателей. Картины хорошо или расходятся? Ну, как вот, продаем. Не так, чтобы очень хорошо было, но хватает так вот. Это вот основное место, где вы зарабатываете деньги? Нет, не основное. Так выставляемся обычно на выставках, в салон. Здесь так, здесь не то, чтобы продать. Не это задача. Просто пообщаться с художниками, подойти. Часто ли к вам обращаются, чтобы вы сделали картину на заказ, скажем так, новые русские? Да, бывает. Бывает, делаем. Не жалеют денег? Не жалеют. Выставлялся Михаил и в Челябинске. Пожаловался, правда, на отсутствие подобного скверика в нашем городе. И то верно. Ведь кроме как в выставочных залах и галереях художникам и продать свои картины негде. Екатерина Тарасова, Алексей Пономарев, специально для наших новостей из города Екатеринбурга.